В далёком 2010 году на Санкт-Петербургском монетном дворе вышла вот такая вот монеточка, посвящённая переписи населения, переписи населения того года. Хотя рассказать мне хотелось о переписи, которая была за восемь лет до этого, вот десятая, всероссийская переписи населения, которая как раз вот 9 октября 2002 года и началась. Это 16 лет назад случилось. Вообще учёт населения ведёт своё начало ещё со времён татаро-монгольского нашествия. Учёт в то время был хозяйственным, учитывались для обложения данью дома или дымы. Позднее, в 14-16 веках, результаты учётов записывались в так называемых писцовых книгах. В 17 веке единицей налогообложений становится хозяйство, двор, а учёт населения именуется подворными переписями. В 1718 году Пётр Великий сдал указ, которым предписывалось переписать душ мужеского пола. Составленные подобным образом списки были собраны лишь через три года, а затем подвергнуты проверке, ревизии. И вот с тех пор учёты населения в России стали называться ревизиями. Такие ревизии проводились на протяжении почти полутора веков, вплоть до отмены крепостного права. Всего в России прошло 10 ревизий, последние в 1857-1860 годах. Эти ревизии длились по несколько лет и были не очень точными. Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года. Эта перепись представляет собой единственный источник достоверных данных о численности и составе населения в конце XIX века – 124,5 миллиона человек. Первая советская перепись населения проводилась в августе 1920 года в условиях Гражданской войны и разрухи. Переисписью было охвачено только 72% населения страны, так как в ряде районов страны всё ещё велись военные действия. Всё население страны впервые охватило всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составляла 147 миллионов человек. Результаты переписи 1937 года разошлись, спубликовавшиеся ранее сильно преувеличенными оценками численность населения страны. В зарубежных источниках указывалась цифра 170,5 миллионов. В январе 1939 года была проведена новая перепись, признанная удачной – 194 миллиона человек. Начавшаяся война помешала довершить полную разборку материалов. И вот первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года. Численность населения – 208 миллионов человек. Следующая перепись состоялась в 1970-м. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени средства часть сведений была получена путём опроса не всех, а только 25% жителей. И вот данные получились 241 миллион человек. Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989. Население страны в 1989 составило 286 миллионов человек. Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Всё это делалось очень быстро, в течение недели. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона о всероссийской переписи населения от 25 января 2002 года. На октябрь 2002 года численность населения страны составила 145 миллионов человек. В 2010 году прошла очередная всероссийская перепись. Основной тур переписи прошёл с 14 по 25 октября 2010 года. Цель переписной кампании – сбор сведений о лисах, находящихся на определённую дату на территории Российской Федерации. По её данным численность постоянного населения Российской Федерации составила 142 миллиона человек. Если человек понемножку убываем, то пребываем. И вот ближайшая перепись населения в России намечена на 2020 год. Ну, надеюсь, что нас будет всё-таки больше. Ну что ж, на этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok